Парки Красногорска активно готовятся к зиме. Проверена уборочная техника и инвентарь. Для отвечающих за содержание территории сотрудников закуплена зимняя униформа. Новогодние декорации устанавливаются, а с 1 декабря настроение посетителей парков будет по-настоящему предпраздничным. К этому времени здесь включат гирлянды на ёлках, а в детском городке Сказочной откроется почта Деда Мороза. Резиденция зимнего волшебника начнёт работать с 16 декабря. По традиции там будут проводить мастер-классы для детей, маломобильных граждан и участников активного долголетия. Всего на парковых территориях округа в зимний период пройдёт более 160 различных мероприятий. Наши традиционные места гуляния наших жителей, это, конечно, те, кто с детишками. Это детский городок Сказочный, один из самых популярных парков городского округа Красногорск, прогулочный парк, Ивановские пруды. Там проходит большое количество мероприятий, уже, так скажем, для более постарше. Также мы уставим новую большую красивую ёлку в городском парке. Готовность детского городка Сказочной к работе в зимний период проверил глава округа Дмитрий Владимирович Волков. Осмотрел хозблок и здание резиденция Деда Мороза. Прошёл по территории и пообщался с жителями и работниками местных точек питания. Внимание к парковой инфраструктуре, как и в целом к новогоднему убранству территории округа, серьёзное. Ведь праздничных мероприятий запланировано немало. Мы обязательно будем принимать участие, как и в прошлом году, ёлка желаний. Сейчас собираем вот те пожелания детишек, которые в трудной жизненной ситуации. Будем проводить окружные здесь ёлки. По культуре только будет более 300 мероприятий. Более 300 мероприятий у нас по линии спорта. Наши парки Подмосковья и Красногорска, в частности, конечно же, также будут проводить много-много мероприятий. Отдохнуть после активных занятий или просто согреться в морозы можно чашкой горячего чая или кофе в кафе красногорских парков, которые работают с 9-10 утра до 9 часов вечера. Сами парки доступны для посещения круглосуточно. Кроме сказочного, он открывается рано утром.